Меня слышно? Юля, здравствуйте. Меня слышно, вас хорошо. Вас тоже слышно. Вот я вижу, тоже плюсик ставят. Все отлично. Тогда давайте мы начнем. Сегодня наш вебинар посвящен отелю. Это Amila Maldives Resort and Residence. Представлять его будет Юлия Поспелова, руководитель отдела продаж. Я желаю всем приятного просмотра, прослушивания. Если будут какие-то вопросы, задавайте их в чат, пожалуйста, в конце вебинара ответим на них. И прошу также проверить ваши микрофоны, чтобы они были выключены. Юлия, вам слово. Юля, спасибо большое. Большое спасибо вам за возможность поделиться всеми новостями нашего прекрасного острова с вашими партнерами. Может быть, с кем-то уже мы были ранее знакомы за многие годы работы на Мальдивах. Надеюсь, у всех все хорошо. Солнечное приветствие вам с Мальдив. Погода у нас прекрасная. Для более лучшего интернета нахожусь все-таки в офисе. Надеемся, в ближайшее время начинать проводить вебинары с острова, чтобы было более вам приятнее наблюдать за океаном и нашими пляжами. Но сегодня поделюсь все-таки всеми деталями нашей презентации. Надеюсь, у всех отличное настроение. Все готовы к летнему сезону. Готовимся. Также тоже планируем новогодний сезон с вашими любимыми туристами и партнерами. Я начну сейчас тогда вам презентацию и выключу видео, потому что иногда влияет видео на скорость интернета. На Мальдивах он у нас немножко такой вредничает периодически, поэтому... Так, сейчас я проверю, чтобы все было... Надеюсь, что в правильном формате, Юля, все хорошо видно. Да, все видно. Можете попробовать запустить. Хорошо. Начинаю презентацию. Приветствую вас, конечно же, из нашего прекрасного отеля Mila Maldives Resort and Residence. Хочу подчеркнуть сразу же по поводу названия отеля. В 2020 году мы произвели ребрендинг. Возможно, в старых ресурсах где-то мы стараемся максимально все обновлять. Вы видите название отеля как Mila Fushi, но мы изменили его. Да, вот как сейчас на данный момент выглядит название отеля, чтобы подчеркнуть, во-первых, да, что отель расположен на Мальдивах. А помимо того, у нас, кроме наших прекрасных просторных вилл, есть еще и более высокие категории резиденции, которые являются одним из наших, мне кажется, уникальных моментов, особенно для рынка Казахстана. Ну, вообще, мне кажется, для любых больших семей с любой стороны мира это прекрасная возможность вместе отдохнуть. Ну, я немножко забежала вперед, поподробнее позже на этом остановлюсь. Расположен отель в Атоле-Ба. Так, что-то не перелистывается, а вот перелистнулась. Да, я проиграю сейчас видео. Звук, к сожалению, через Zoom не передается, поэтому буду вам рассказывать. Да, наш прекрасный отель расположен в Атоле-Ба. Охраняется ЮНЕСКО за счет своих прекрасных коралловых рифов и подводного мира. Открыт был отель в 2014 году, уже достаточно долгое время у нас существует открыт для гостей. Вот таким образом мы встречаем наших гостей в мальдивском традиционном стиле. Отель очень, остров очень зеленый, вы видите, что огромные высокие деревья. Здесь как раз-таки можно полноценно ощутить мальдивскую культуру и мальдивскую природу. Очень много уникальных моментов, которых нет в других отелях. Просторные виллы, высочайшие деревья, баня внутри, которым по 300 лет. Также разнообразие водных категорий, пляжных категорий. Более семи ресторанов, два бара. Возможности, конечно, для проведения семейных ужинов и других мероприятий очень широкие за счет того, что остров сам по себе огромный. Полтора километра на 800 метров. Провели мы огромную работу, конечно, и над нашей концепцией заботи о природе. Тоже о ней поподробнее расскажу. Улучшили ландшафт. Вот, например, на данном видео, на данной секунде вы видите наш джангл джин под открытым небом. Рядышком расположена песчаная коса, а также Ханифа-Рубей, где как раз-таки уже в ближайшее время, где-то с середины мая по октябрь, можно будет поснорклить, поплавать вместе с мантами, а если повезет, и с китовыми акулами. Видите, остров очень большой, с очень красивой лагуной, но в то же время и со своим домашним рифом. Как же до нас добраться? Как я уже упомянула, расположены мы на Баатоле, и добраться до нас можно на гидросамолете, либо на доместик-рейсе, либо бывают такие случаи, когда гости все-таки не хотят лететь, все-таки предпочитают, даже если достаточно расстояние продолжительность по времени трансфера на лодке, в составе где-то даже, наверное, полтора часа, два часа, все равно гости не против поехать на лодке, что мы можем организовать. Но это уже в таких редких случаях. Конечно, основной трансфер – это гидросамолет. Как вы знаете, гидросамолеты летают в дневное время, плюс-минус где-то до 4-4.30 вечера можно организовать трансфер. И в случае поздних вылетов международных рейсов мы можем организовать и доместик. Доместик-рейс приземляется в аэропорту Дараванду, он от нас в 10 минутах. Мы забираем гостей с аэропорта на лодке и через 10 минут гости уже на острове. Оба рейса, как гидро, так и доместик-рейс в среднем составляют где-то 30-35 минут, но плюс доместик еще к нему добавляем 10 минут на лодке. Мы работаем с авиакомпанией Manta Airlines, она является одной из самых новых. Пока в списке отелей, с которыми они работают, не такое уж большое количество островов, что существенно помогает сократить количество остановок. Я бы сказала, большинство отелей расположены на Баатоле, поэтому максимально, может быть, одна будет остановка. И в таких случаях тоже мы стараемся смотреть, возможно, допустим, остановился гидросамолет у Анантара Кихава, что либо у Рити-Бич, к примеру, что совсем недалеко от Амила. Мы в таких случаях забираем гостей на лодке, что быстрее и удобней. Также Маафару, второй международный аэропорт, открылся в прошлом году. Расположена у нас где-то в двух часах на лодке, также можно вложить яхту, либо частный гидросамолет. Это как раз-таки для гостей, которые планируют путешествие на частном борте. И, конечно же, прекрасной новостью является то, что не требуется ПЦР-тест больше для въезда на Мальдивы. По-прежнему вы заполняете декларацию онлайн, а Мила тоже входил в число отелей, небольшого количества отелей, которые, чтобы поддержать безопасность, мы долгое время тестировали по заезду. С марта мы это правило убрали. То есть теперь можно совмещать отели, мы не будем делать тест, можно также заезжать к нам, также без теста. И по выезду с тестом мы можем помочь, если при необходимости для международных рейсов или для других целей. ПЦР-тест можно тоже организовать за дополнительную плату 65 долларов плюс налоги. Это где-то получается 80 долларов стоимость нет. Думаю, что многие из вас слышали различные отзывы об Амила за счет такого длительного существования отеля на рынке. Могу сказать, что с 2020 года мы полностью пересмотрели концепцию отеля, приоритеты, которые были ранее установлены. У нас поменялась, прежде всего, команда, появился новый дженерал-менеджер в конце 2019 года с его супругой, которая у нас как раз-таки следит за заботой о природе, за концепцией велнеса, о которой я вам тоже расскажу. Поменялась команда сейлс-резервацией, очень много к нам присоединилось опытных шеф-поваров и других коллег. И вот мы все вместе, мне кажется, за почти два года полностью изменили взгляд туроператоров, агентов и гостей на наш отель. Вот эти слайды следующие как раз-таки помогут вам всегда освежить в памяти, почему бы вам хотелось предложить именно Амила для своих гостей. Это, конечно же, в первую очередь просторы острова. Он очень большой, полтора километра в длину, 800 в ширину. Всего лишь 67 вилл на острове, включая 8 резиденций. То есть, по сути, получается 70%. Это нетронутая природа, ландшафты, наши сады, где мы выращиваем зелень, даже овощи и фрукты, сладкий картофель. У нас есть банановая плантация, даже небольшой свой курятник с домашними птицами. То есть, очень-очень он природный, домашний и уютный остров. И, конечно же, просторные виллы. Самая небольшая вилла в сравнении, допустим, с другими отелями 220 квадратных метров. Не говоря уже о наших резиденциях, которые составляют до 2500 квадратных метров с большим количеством спален. То есть, это, конечно, всегда тоже ценится гостями. И плюс расстояние между виллами достаточно внушительное, да, и создает именно хорошую приватность. И также в прошлом году мы поработали очень над пляжами и добились эффекта того, что гости могут прогуливаться теперь вокруг всего острова по пляжу, либо, допустим, выйти на пробежку с утра или вечером на закате. То есть, можно теперь наслаждаться нашими пляжами вокруг острова и как раз-таки ощутить красоту дикой природы. Конечно же, расположение на Баатоле является огромным плюсом. От Ханифару Беймы всего лишь в 10 минутах. Если вдруг кто не знает, Ханифару Бей – это такой подводный заповедник, где в течение летнего сезона с мая по октябрь собирается такой светящий планктон, которым очень любят лакомиться манты. Он их привлекает на Баатоле. И как раз-таки за счет этого у гостей есть возможность посетить эту замечательную экскурсию, конечно, которая является обязательной при посещении Баатола. А если повезет, то и можно иногда увидеть даже китовых акул. И, как я уже упомянула, за счет этого наш прекрасный атол охраняется ЮНЕСКО. Ну и вообще очень много прекрасных точек для дайвинга, для снорклинга. Для снорклинга, как и вокруг острова, также можно и выплывать за пределы, допустим, на экскурсии для посещения различных точек для снорклинга. Остров очень-очень зеленый. По своему опыту тоже, десятилетнему практически, работая на Мальдивах, могу сказать, что как раз-таки зеленью не все острова могут похвастаться. Во Миле, конечно же, это очень ощутимо. Огромные высокие пальмы, бани, деревья. Практически более 2,5 тысяч пальм у нас насчитывается на острове. То есть, да, вот благодаря аккуратному строительству во время проектирования острова сохранили практически всю зелень. И вот как раз-таки она уже к 2022 году еще больше расцвела. И мы поработали очень хорошо над ландшафтом до сих пор. Конечно, делаем небольшие изменения, когда есть возможность, когда заполняемость чуть снижается. Также мы используем эту территорию для садов. У нас есть и гидрогрядки, и мистик гарден, сад, где мы выращиваем базилик, салат и другие возможные овощи и фрукты, которые мы как раз-таки предлагаем гостям в меню. На данном слайде как раз-таки акцент на нашу концепцию wellness, которую мы тоже начали в 2020 году. То есть, если мы подумаем, какая, наверное, самая вкусная еда во всем мире, это, конечно же, еда, которая является домашней, приготовленной нашей мамой, нашими родителями, с домашними ингредиентами. То есть, вот как раз-таки эту концепцию мы активно развиваем. И много очень сейчас гостей следует определенным диетическим, следует определенным диетам. Допустим, у кого-то какие-то аллергии, либо просто, да, хотят более здоровиться. И вот именно wellness мы рассматриваем в плане не только йоги, фитнеса, массажа, но еще то, что мы потребляем. Поэтому мы в каждом ресторане предлагаем для гостей, помимо основного меню, альтернативные страницы с меню, допустим, для гостей, кто следует кето-диете, палео-диете, кто не может употреблять углеводы, допустим, не употребляет сахар и другие моменты, да, безлактозные, безглютеновые опции. То есть там будет как раз-таки полноценное меню с альтернативными ингредиентами, не только парочку, пара-тройка опций, да, более здоровых, но полноценное меню, которые также согласно вашему типу питания будут входить, и за них не взимается дополнительная плата. Полностью мы пересмотрели всех поставщиков мяса, рыбы, поддерживаем как местных поставщиков, так и поставщиков иностранных, именно выбираем тех, которые не используют в кормлении животных гормонов, антибиотиков и выращивают животных на свободном выгуле, в благоприятных условиях. Это, конечно же, очень влияет на качество мяса, и говядина даже приобретает практически индивидуальные свойства к мраморной говядине. На этих как раз-таки фото вы видите живые фото наших безглютеновых полезных булочек. Мы даже создали свой собственный рецепт полезного этического бургера. Здесь полностью все полезные ингредиенты. Руккола с нашего острого, яйцо с нашего курятника, полезное мясо, даже кетчуп из бананов тоже по особому рецепту. После такого бургера вас не будет угнетать угрызение совести, что вы съели что-то вредное. Наоборот, очень даже вкусный и полезный рецепт. Развиваем мы активно также концепцию «home made» и «home grown». означает то, что мы выращиваем продукты на острове и также готовим в домашних условиях. Допустим, камбуча, всем известный чайный гриб. Мы про него какое-то время забыли, а вот за рубежом он пользовался популярностью. И вот как раз-таки у нас недавно была открыта wellness-лаборатория, и там гости могут поучиться, как готовить камбучу с различными вкусами, естественно, с натуральными ингредиентами, с чаем, допустим, с лимонграссом, с фруктами, с ягодами. Очень, конечно, вкусный и освежающий напиток, и он является сильным пребиотиком. То есть мы стараемся гостями поделиться этими рецептами, и, конечно же, они могут всегда заказать это у нас по меню в списке напитков. Плюс также мы готовим домашний кефир, кокосовый йогурт и типачи, различные другие пребиотики. Это всегда тоже можно попробовать и на завтраке, и во время обеда, и ужина, и дальше. Недавно мы стали предлагать для гостей домашний тоник для всем известного, любимого джин-тоника-коктейля. То есть я была очень удивлена, совершенно нет никакой разницы по вкусу. Очень полезный тоник и практически без сахара. Также огромным еще плюсом является наша концепция Dine Around, то есть все типы питания, Half-Board, Full-Board, либо Dine Around Inclusive, альтернатива, все включено, и будет ограничивать гостей, допустим, обедать или ужинать только в одном ресторане. К примеру, на обед у нас открыто три опции, на ужин тоже две-три опции ресторанов, либо тематических вечеров. Это всегда будет упомянуто в нашей еженедельной программе, то есть гости могут с батлером предбронировать заранее, либо в течение проживания. Программу еженедельную мы обновляем каждое воскресенье, ее тоже можно у нас на сайте посмотреть, либо забросить у наших коллег в течение бронирования. Плюс также ранее разные были вариации «все включено». Финальной версией стало именно питание Dine Around Inclusive, вы увидите в контрактах, либо в предложениях тороператоров. Очень выгодный тип питания, то есть у вас помимо Full-Board будут, конечно же, напитки включены в течение работы ресторанов и баров, плюс даже на премиальные напитки будет скидка очень достаточно весомая, 40-45, иногда даже 50%. То есть, к примеру, в меню будет указана колонка обычных тарифов и для гостей, которые проживают на Dine Around Inclusive, и там всегда будет заметно выгодная разница. Плюс гостям предлагается на Dine Around Inclusive скидка на спа, на экскурсии, на индивидуальные ужины, и раз в день можно заказать также InVilla Dining Service, то есть заказ завтрака, обеда, либо ужина в виллу, либо в резиденцию. Очень, мне кажется, выгодный пакет, практически нет никаких ограничений, и даже на премиальные опции действуют скидки. Выгодная и нам, и гостям одновременно. Вот таким образом у нас на сайте выглядит еженедельная программа, называется она Bali Teen. Здесь у меня сейчас на английском языке, но мы ее переводим также и на русский язык. Вы можете увидеть, какое большое количество различных занятий каждый день, да, еженедельно. Это еще стандартная программа, когда, допустим, у нас происходит время Пасхи, либо Новый год, либо летние каникулы, либо осенние каникулы. Эта программа еще больше становится разнообразнее, с различными выступлениями артистов. Более активны, допустим, программа футбольного клуба, теннисного клуба. Особенно, да, большой делаем акцент на подростках для детей. Очень много опций без звездочек, которые предлагают совершенно бесплатно. То есть очень много. Допустим, когда у нас по вечерам выступают артисты-акробаты, либо танцовщики с огнем, либо танцовщики индийского танца, либо латино, в течение дня они занимаются совершенно бесплатно на мастер-классах с гостями, с детьми, с подростками. Очень много тоже занятий в арт-студии, спортивных занятий, поэтому можно всегда это все у нас просмотреть. И некоторые экскурсии тоже предлагаются бесплатно, также остров сюрпризов означает то, что мы всегда стараемся удивить гостей, предвосхитить их ожидания, небольшие, допустим, комплименты, либо внимание с различных отделов, с фут-эн-беверисов, ресторанов. Допустим, любимый десерт могут для гостей приготовить сюрпризом перед выездом, в течение завершающего вечера перед выездом, либо от хоускиппинга небольшие какие-то сюрпризы, арт на песке, либо из полотенцев. То есть стараемся всегда добавить такой индивидуальный подход. И, наверное, самое любимое – это бесплатное мороженое в течение дня для всех, для взрослых и для детей. И даже есть безмолочные варианты, без сахара. То есть все могут насладиться прекрасным десертом, даже в полезном виде. Забота о планете, конечно же, занимает большую часть нашей концепции. То есть не только внутри острова, но мы стараемся и сотрудничать с компаниями, допустим, которые используют собранный пластик с дна океана и потом производят полиэстер, из которого шут, допустим, купальники и другую одежду для плавания, а также спортивную одежду. Мы ее тоже предлагаем для гостей в нашем магазине. Сокращаем практически до нуля использование пластика. Сейчас, вы знаете, Мальдивы тоже активно с этим борются, потому что очень, конечно, влияет на экосистему. Глэмпинг тоже является нашим большим уникальным моментом на острове. Такой бабл расположен в достаточно уединенной части пляжа, окруженной растительностью. Там можно провести паре, допустим, или даже маме с дочкой или сыночком. Прекрасный вечер, полюбоваться над звездами. Можно там переночевать, там внутри практически полноценная спальня и добавить различные, к примеру, доп. услуги, просмотр фильма, либо барбекю, даже церемонии свадебные можно провести. Достаточно много у нас есть вариаций этой дополнительной услуги. То есть вы его отдельно, как виллу, не можете забронировать, только поверх на виллу. То есть на все ночи у вас должно быть забронировано вилла или резиденция. Остров принадлежит мальдивским владельцам. И это, конечно же, во-первых, нам помогает быть очень гибкими к нашим партнерам. Вся наша команда расположена на острове, мы всегда на связи, поэтому очень рады помочь. Решения принимаются быстро. В этом плане огромный плюс, так как у нас нету большого количества хед-офисов над нами. И также мы поддерживаем, конечно, и местных артистов. Также работников искусства, также мастеров. Допустим, здесь вы видите пример лаковой росписи по дереву. И даже мы в прошлом году проводили выставку мальдивской культуры. Целую неделю были различные мастер-классы, выступления. Очень было, конечно, гостям интересно, потому что в последнее время все прилетают на Мальдивы и практически нет возможности познакомиться именно с традициями мальдивской культуры. На следующем слайде мы уже начинаем поподробнее рассматривать остров и категории. Вы видите, насколько он большой. Как я уже говорила, полтора километра в длину, 800 в ширину. Большинство вилл расположено над водой, 44 виллы. Также 10 вилл на пляже, включая 4 двуспальные категории. Есть уникальные 3 топ-полувиллы 12 метров над землей и резиденции. 8 резиденций в более приватной части острова. В плане снорклинга сразу скажу, что самый близко расположенный риф у нас здесь как раз-таки рядом с риф-водными виллами, также у пляжных вилл. С этой стороны, где лагун и санксет-водные виллы, а также резиденции лагуна, там пошире, то есть, допустим, с детишками здесь комфортнее плавать и размещаться. А так, в принципе, посмотрите, будет интересно везде, просто где-то побольше домашнего рифа, но подводный мир интересный достаточно вокруг всего острова. Пляжи тоже огромный плюс, так как не только напротив пляжных вилл есть пляж, но также есть и небольшой уединенный пляжик для три топ-вилл, также напротив основного бассейна, также рядом с кафеем Perr Beach Club, у резиденции свой пляж, и вот здесь такой протяженный, практически 800 метров пляж в уединенной части острова. Также рядом с островом есть еще у нас Blue Hall, это так называемая подводная коралловая пещера. В ней более интересно, конечно, ее смотреть, когда гости могут нырять вот именно таки сверху. Иногда не очень можно хорошо рассмотреть, но она всего лишь в пяти минутах от нас расположена и предоставляется бесплатной экскурсии. Немножко буду ускоряться, чтобы улыжаться по времени. Покажу вам на следующем слайде, на следующем видео наши виллы поподробнее. Значит, первый слайд у нас с пляжной виллой двухспальной, они одни из самых больших. 530 квадратных метров, две спальни, две гостинные зоны. В детской комнате даже есть двухъярусная кровать, вот как раз-таки ее мы здесь видим. Виллы очень приватные, все пляжные, раздалены между друг другом стенами плюс густой растительностью, то есть нет полного ощущения, что у вас вокруг просто белая стена, но очень много зелени. Это как раз-таки One Bedroom Beachville была на видео 470 квадратов. На данном видео три топ-пол-виллы 250 квадратных метров, и они расположены на сваях, но на земле, в центре острова. Они очень приватные, окружены огромными деревьями, пальмами, две спальни. Это наши станции водные виллы. Мы сейчас их пока на данный момент закрыли из продажи, начинаем там реновацию. Лагун водные виллы сейчас на данный момент показаны, и риф водные виллы 220 квадратных метров. Здесь мы уже обновили плитку, дерево, и они открыты для продажи. Вот в прошлом году мы очень время, конечно, зря не теряли, старались каждый удобный момент, да, провести обновление отеля, реновацию, но таким образом, чтобы это не мешало, конечно же, гостям и отдыху на острове. Сейчас быстренько пробегусь поподробнее по виллам. Три топ-пол-виллы, вот видите, как интересно, необычно они выглядят. Ранее только, по-моему, в Шангрие было что-то такое подобное, но сейчас они, к сожалению, закрылись, и, наверное, вонила вот такой уникальный, да, тип размещения доступен для гостей. Кстати, к слову сказать, каждая вилла у нас с полноценным бассейном, то есть форма бассейна может отличаться, но в целом глубина каждого бассейна 1,6 метров. Здесь можно прекрасно разместить как и семью, так и пару, так и друзей. Здесь две спальни, а во второй спальне две кровати твин, но мы можем их объединить. В тарифной линейке более экономная категория. Санцепиодные виллы расположены в лагуне, у них такой интересный гамачок, туда немного сложно забраться, но получается прекрасный фото. Мы вот как раз сейчас пользуемся летним сезоном, чтобы обновить дерево и, да, сделать небольшой косметический ремонт, но они очень всегда пользуются спросом для молодоженов и пар, кто предпочитает прямой вид на закат. Лагунводные виллы и рифводные виллы, они схожи. По концепции, да, по лейауту внутри виллы, вы видите, здесь удобно. Гостиная, зона и спальня разделены вот такой, да, стеной, внутри нее санузел, с другой стороны гардеробная, полностью не блокируют, конечно, две комнаты, но приватность в плане вида здесь такая достаточно хорошая, тут можно свободно разместить два взрослых, двое детей, даже три плюс один, то есть мы в этом плане всегда гибкие. Здесь открытого плана именно ванная, но мы тоже под запрос можем здесь сделать занавеску. 220 квадратов, у риф прямой выход к снорклингу, лагун вилла на противоположной стороне с видом на лагуну и там уже не будет такого количества домашнего рифа, плавать комфортнее для детей, если, допустим, гости рассматривают вариант. Ван Бэдрум Бичвиллы и Ту Бэдрум Бичвиллы одни из самых просторных, я считаю, да, если рассматривать комсет других отелей конкурентов, очень просторный бассейн, 9,5 метров в односпальной, 10,3 в двуспальной категории и наши любимые резиденции. Не каждый отель может похвастаться таким хорошим, да, большим разнообразием резиденций, 6-4 спальных, все они двухэтажные, одна восьмиспальная и одна шестиспальная. Как раз такие-таки уникальные особые баги предлагаются для гостей резиденций. Мы поменяли в прошлом году правила теперь водить их может только бацер гостей. В каждой вилле, в каждой резиденции, простите, есть оборудованная кухня с холодильником, с микроволновой печью, также с барбекью. Они все очень приватные, с просторным бассейном, прекрасным видом и широкой вагоной. Конечно же, площади здесь очень просторные. Милла Эстейт, наша самая высокая категория в плане резиденций, 6 спален, практически 4 спальни из 6 с видом либо прямым на океан, либо боковым. Также есть приватная комната спортзала, своя, и спа-комната, и плюс джакузи. В таких резиденциях можно очень легко разместить большие семьи, в 4 спальне от 8 человек до 10, в 8 спальне до 20 человек, то есть это может быть либо две семьи, либо большая семья, либо группа друзей, даже можно рассмотреть допустим объединение работы и отдыха, майс-группы, есть возможность организовать прожектор, необходимое оборудование, и Амилла Эстейт, самая роскошная, наша любимая, не похожая на другие резиденции, 2550 квадратных метров, самое, наверное, у нее удачное расположение в плане пляжа и лагуны, конечно же, гостям никогда не хочется ее покидать, только возвращаться обратно вновь и вновь. Очень большое разнообразие активностей на острове, я еще на них остановлюсь поподробнее, в плане ресторанов. Как я ранее уже упомянула, все рестораны у нас работают по дайн-раунд, концепции, на завтрак открыт ресторан Fresh, то есть там будет достаточно разнообразный шведский стол, также с полезными опциями, есть даже наша домашняя полезная нутелла без пальмового масла, пребиотики, также напитки, которые помогают повысить иммунитет, полезный хлеб, безглютеновые булочки и так далее, то есть любителям здорового образа жизни просто рай. и на обед работает у нас Empire Beach Club, пляжное кафе, плюс также Shield кафе, вот как раз таки оно здесь с правой стороны на фото, и пиццерия Joe's Pizza. Конечно же, wine cellar также открыт для гостей, можно провести дегустацию вин, либо, к примеру, другие индивидуальные ужины или события. Empire Beach Club также открыт иногда на вечера, на ужин, извиняюсь, во время тематических вечеров. Мы проводим арабскую ночь, мальдивскую ночь, морепродуктов в зависимости от программы. Также на ужин есть вариации Barolo, то есть итальянский гриль, южно-индийская кухня, ресторан East. Не стоит пугаться, что там, возможно, будет меню очень острым, на самом деле индийская кухня более богата специями, разнообразиями вкусом, нежели тем просто острыми какие-то блюзами азиатскими. Очень всем всегда гостям нравится этот ресторан. У нас также есть печь тандыр с прекрасными ароматными лепешками, поэтому один из самых любимых ресторанов сейчас для наших гостей. Филинкой наш также знаменитый японский ресторан расположен над водой. Когда-то давно он не входил в концепцию дайн-раунд, сейчас мы убрали эти ограничения, гости могут бронировать любой из данных ресторанов согласно еженедельной программе. И два бара. Баба-бар расположен на пляже, открыт целый день до последнего гостя, и Sunset Bar расположен на втором этаже ресторана Филинкой, открыт во время заката. В плане развлечений, начиная с детского клуба, также для занятий для подростков, я ранее упоминала, что наши артисты также во время дня работают для гостей, продолжают свои мастер-классы, диджеи, уроки, допустим, спортивные тренировки, все это доступно в нашей еженедельной программе. Также наш морской биолог разработал программу для малышей, называется Mini Marine Biologist, где можно пройти все ступеньки, получить за каждый предмет бейджик, и потом уже быть сертифицированным мини-морским биологом. Тоже очень это интересно для детей. Даже мы разработали специальные программы и для пар, то есть можно заранее предбронировать свою программу на острове, то есть есть различные вариации, допустим, есть только для девушки, к примеру, распланировать ее программу в зависимости от предпочтений, есть для пары, где как раз таки присутствуют совместные занятия йогой, массажи, даже выращивание пальм любви, тренировки, то есть очень много интересного, совместные тренировки по танцам и так далее. То есть такие пакеты тоже можно у нас запрашивать и мы будем рано поделиться при заранее бронировании комиссии с вами. В СПА-центр отдельная огромная у нас часть презентации, но я вам поскорее кратенько расскажу, что большой акцент в СПА у нас именно на местную медицину мальдивскую, есть несколько массажей, называются они Дивэхи-бэй, которые были именно созданы по советам одной из местных докторов, она посещала нас остров, как раз таки с использованием местных трав, которые мы выращиваем на острове, кокосового масла, особой техники, и есть также у нас СПА-бар Алхимика, где мы как и учим гостей, допустим, создавать чайные коктейли для принятия ванн, как варить мыло из природных трав и других ингредиентов, как создавать эко-дезодорант, бальзам для губ, то есть можно вот такими интересными мастер-классами наполнить свой день и вообще не скучать, особенно на Мальдивах, все всегда переживают, что это будет достаточно скучный отдых, но поверьте вам, мило, скучать не придется. И, конечно же, у нас есть как и обычный джим, да, кондиционируемый, так и эко-джим, мы называем его джангл-джим, огромная площадь, все тренажеры, потеряла слово, были созданы нашими руками из эко-материалов природных, тоже, особенно семьям, очень интересно всегда там позаниматься и поднять настроение. Есть как групповые тренировки, так и индивидуальные, начиная с йоги, оканчивая бойцовскими искусствами, очень часто мы также приглашаем и, допустим, терапевтов, также специалистов да, из вне, да, из разных стран, кто делится особыми практиками с нашими гостями. Мы, кстати, один из первых отелей, кто запускает программу в июне именно по обучению инструктору по йоге. Тоже можно у нас информацию эту запросить. Есть также отдельно еще пакеты wellness, то есть это также часть нашей концепции wellness. Можно выбрать, допустим, detox, distress, либо более активную программу movement, либо, к примеру, да, очистить организм, да, приобрести как внутреннюю, так и внешнюю красоту. также, конечно, есть более облегченный вариант программы после долгого перелета, чтобы организм отдохнул, восстановился, и более глубокая сознательная программа с акцентом на йогу и медитации. То есть эти программы тоже можно предбронировать, вы не привязаны к определенному дню, да, что, допустим, вам нужно прилететь только с понедельника по понедельник, они все прекрасно подходят под любой день заезда, нам просто нужно об этом заранее сообщить, и наши коллеги в спа-центре уже подготовятся к заезду гостей. И они созданы таким образом, что прекрасно вписываются в расслабленный отдых, то есть вы не чувствуете себя напряженно, что там, допустим, у вас полчаса такая тренировка, потом нужно куда-то уже в другое место направляться, то есть они очень достаточно комфортно созданы для спокойного отдыха. надеюсь, не заставило вас скучать, постаралась как можно, да, конечно же, сонат, презентацию можно будет получить. Я просто для информации могу оставить свою почту электронную для всех, то есть, конечно же, тарифы, вопросы по оплате и так далее, все такие важные моменты по бронированию всегда можно уточнить коллегами из ФАНСА. Для дополнительной информации, если будет необходимо какие-то, допустим, там обновления по презентации, можете всегда писать и задавать вопросы. Юля, вы закончили уже, да, спасибо вам. Да, да, спасибо большое. Так, я вижу, что-то вопросов не было, наверное, все понятно, доступно объяснили, видео очень красивое, понравилось. Коллеги. Большое спасибо, я только что заметила, что я неправильно написала свою почту, вместо ком написала РУ. Большое спасибо всем за внимание. Вам тоже большое спасибо, что провели для нас сегодня вебинар. Коллеги, большое спасибо, что присутствовали, выделили время. Вот, я надеюсь, что мы еще с вами увидимся на следующих вебинарах. И на Мальдивах. На Мальдивах, да, обязательно. Хорошо, все, тогда всем прекрасного дня, отличной рабочей недели, здоровья и берегите себя. Все, вам большое спасибо. До свидания. Спасибо всем. Желаю всем хорошего дня. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok